Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует компания Руфер, меня зовут Рыбаков Павел. Сегодня мы приехали в компанию Уникма. Так как эта компания является производителем металлочерепицы, они с удовольствием согласились нам рассказать про нее. Вот помогать нам будет Александр. Здрасте! Добрый день, Павел. Это технический специалист по металлочерепице. Давайте первоводную информацию такую. Что такое вообще металлочерепица, из чего она состоит? В двух словах расскажите нам про это. Металлочерепица это наиболее популярный кровельный материал, который сейчас используется в России. Изготавливается он из оцинкованной стали, на которой нанесено полимерное покрытие. Отличается он двумя видами профилировок. Продольной профилировкой и поперечной профилировкой. Судя по названию, понятно, что любая металлочерепица является имитацией натуральной керамической черепицы. Это в двух словах, да? То есть получается, грубо говоря, это тонкий лист, на который наносится цинк и какое-то полимерное покрытие. В двух словах. И придается в профиль. Профиль. В металлочерепице есть две важных производных. Это сырье и профилировка. Сырье делается на больших металлургических комбинатах и состоит из следующих слоев. Это слой стали, с двух сторон слой цинка, далее идет слой пассивации, для того, чтобы нанести грунт в грунт. И сверху полимерное покрытие, снизу, как правило, используется защитный лак. Александр, ну вот такой вот каверзный вопрос у меня есть. Мы вчера проезжали мимо одного дома, и там была металлочерепица, которая облезла. И в основном те крыши, которые я видел, которые облезают у металлочерепицы, это именно почему-то зеленый цвет. Вот в двух словах вы про это расскажите. Да, я вас понял, Павел. Мы сталкивались с такими рекламациями. Абсолютно все рекламации с облезшей металлочерепицы были связаны с покрытием пластизол. Это покрытие есть у многих производителей, в том числе и у одного из наших поставщиков SSAB. Дело в том, что данный материал не предназначен для нашей климатической зоны. Он боится ультрафиолета и разлагается от него. Александр, наша климатическая зона, просто вот мы в Москве живем, поэтому, чтобы понимать, в какой климатической зоне тогда пластизол подходит. Или в России вообще лучше его не используют? Да, объясню. SSAB утверждает, что пластизол – один из самых популярных покрытий на стали, например, в Англии. Соответственно, они находятся северные, то есть там это покрытие выдерживает ультрафиолет. То есть получается, что эта металлочерепица облезает только с покрытием пластизол? С другими покрытиями, в принципе, такого? Нет, но чтобы именно облезало вот именно кусками, как вы наверняка видели, это только пластизол. Только пластизол, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тогда смотрите, такой у меня вопрос, вот чтобы человеку уже не ошибиться, да, вот критерии, какие должны быть для того, чтобы металлочерепицу выбить правильную. Там, например, вы говорите, полимерное покрытие пусть узлов обрезают, значит, есть какие-то другие покрытия, которые не обрезают? Покрытия существует очень много. Первое, это у нас покрытие, да? Ну, на самом деле, клиенты, как правило, прежде всего обращают внимание на толщину стали, это тоже важно. Мы рекомендуем приобретать металлочерепицу с толщиной стали от 0,45, 0,45-0,5. Значит, первый критерий у нас толщина металла. Да. Второй критерий? Второй критерий – это количество цинка. Общепризнано, что наиболее оптимальным количеством цинка считается 275 грамм на квадратный метр, это с двух сторон. То есть, по 135 с каждой стороны. По 135? Это максимально, да? Больше нет смысла делать, и я не встречал комбинаты, которые делали бы больше. А минимальное – это сколько? Была у меня информация, что есть и 50 грамм цинка. То есть, по 25 грамм с каждой стороны. И третий критерий – это, наверное, полимерное покрытие, да? Полимерное покрытие, да, это третий по важности критерий, собственно, внешний вид кровли. Мы разделили металлочерепицу на две группы покрытий, которые есть в нашем ассортименте. Это покрытие на основе полиэфира, полиэстер, и покрытие на основе полиуретана. Наиболее долговечные, наиболее стойкие – это покрытие на гранит, кварцит, парцит-лайт, кварцит-мат от поставщика Грандлайн. Все остальные покрытия относятся к группе полиэстеровых с различными модификаторами. Вот разница между полиэстеровым покрытием и полиуретановым? Вы имеете в виду по характеристикам? Да, по характеристикам. Ну, в частности, любой полиэстер стандартный имеет толщину 25 микрон. Полиуретан, как правило, в два раза толще 50 микрон. То есть, это краска, которую наносится у нас на микрон, да? Которая наносится на… Она измеряется в микронах. Да. То есть, минимальная – это 25, максимальная – это 50. Ну, возможно, нанести меньше, вот, но тот полиэстер, который мы используем, он 25 микрон. А гарантия, например, какая на такое покрытие? Ну, на Пурал, например. На Пурал гарантию мы даем 25 лет. 25 лет – это официально. То есть, если через 20 лет, грубо говоря, эта металлочерепица облезет там или что-то еще, то вы гарантируете то, что это, ну, как приедут ребята, это все исправят. Ну, если данный случай попадет под гарантийное обязательство, вот, условия прописаны у нас в гарантийных талонах, то, конечно, да. То есть, это будет рекламационный случай, мы будем исполнять свои обязательства. А вот вы говорите гарантийный талон, то есть, у вас к металлочерепице предлагается гарантийный талон, да? Да, его можно скачать на нашем сайте, он есть в свободном доступе, туда вписывается номер заказа и ставится печать. Он и будет подтверждать факт приобретения материала у нас. Я еще видел у вас на металлочерепице сбоку, на листах тоже, вот в этих местах, да, ставятся маркировки. На маркировке мы пишем абсолютно всю информацию, которая есть по данной стали. Производитель стали, производитель самой металлочерепицы, название металлочерепицы, толщина стали, количество цинка, полимерное покрытие, срок гарантии, дата производства и еще даже указываем номер линии, на которой это сделано, но это для внутренней, скажем так, проверки на случай брака. То есть, получается, сам лист металлочерепицы, это и есть гарантийный талон, условно? Да, то есть, бумага дополнительно не нужна, маркировка подтверждает гарантию абсолютно верно. Так, а полиэстеровые покрытия, они меньше, да, служат, получается? Ну, например, гарантия на полиэстер с первым классом цинкования в нашей фирме 15 лет. А срок службы сколько такой металлочерепицы? Срок службы любой металлочерепицы, это примерно два срока гарантии. То есть, это тот срок, до которого не появится очагов коррозии. Если говорить про ваши... у вас два вида металлочерепицы. Есть элитная, да, это производство М28 металлочерепицы. Есть металлочерепицы Т045, да, и Т05. Вот М28 металлочерепица, это элитная серия, да, дорогая серия. Там металлочерепица идет только с толщиной 0,5. Павел, да, объясню. Мы специально классифицировали металлочерепицу для того, чтобы клиентам было проще разбираться, не вдарясь в технические подробности. То есть, первый вид металлочерепицы у нас, мы ее называем самая долговечная. Туда входят все виды металлочерепицы из 0,5 стали с первым классом цинкованием. Неважно, с каким полимером. Вторая группа у нас называется качество по оптимальной цене. Это металлочерепица. Это Т05, да? Ну, в частности, Т05 мы предлагаем в этой группе и металлочерепицу концерна Грандлайн, линейки Оптима, покрытие сатин. Это металлочерепица с 0,5 толщиной сталью и гарантией 10 лет. Такой средний класс. И третья группа – это металлочерепица самая бюджетная, самая экономичная, мы ее называем. Туда входит вся линейка Оптима и нашу металлочерепица Т045. Мы рекомендуем ее только для временных строений. Так, Александр, ну смотрите, для нас, вот как для строителей, да, важны еще кое-какие характеристики. Первое – это инструкции по монтажу. И второе – это количество доборных элементов. Потому что у многих производителей, у многих производителей доборных элементов там нет. Да, вот есть какое-то решение, есть какое-то узел, да, запчастей, условно, да, чтобы этот узел красиво обойти и правильно, технически, чтобы там вода не затекала. Нет, то же самое по инструкции. То есть, есть какой-то узел, да, какой, ты должен открыть, грубо говоря, инструкцию, да, посмотреть, увидеть, как тебе этот узел обойти, какими деталями. И у многих производителей этих узлов нету в инструкции. Вот в ваших инструкциях, да, вот есть ли такие узлы, и есть ли у вашего производства все необходимые доборные элементы для того, чтобы качественно сделать металлочерепицу. Да, какой вопрос? Значит, первый вопрос по поводу инструкции. Как только начали мы выпускать металлочерепицу в 2007 году, сразу же мы начали разрабатывать свою собственную инструкцию, собственно, получая опыт самостоятельный, не глядя на инструкции, скажем так, конкурентов. Вот, та инструкция, которая сейчас есть, она является эталонной по рынку. Это 30-страничный документ, в котором проработаны абсолютно все узлы. Как пример скажу, что многие конкуренты предлагают эту инструкцию даже к своим кровлям. Вот, то есть, показатель того, что инструкция действительно честная, объемная и информационная. Что касается дополнительных элементов, приведу такой пример. Мы также очень трепетно относимся к этому вопросу. Например, вы наверняка знаете о капельнике конденсата, о такой детали. Он нужен, но очень часто клиенту очень сложно объяснить значение этого элемента. Мы специально эту деталь выделили как отдельную планку, она у нас немножко другой формы относительно карнизной планки. Именно для того, чтобы клиент понимал значимость этой детали и видел на имитатуре дополнительную позицию. Потому что часто клиенты просто выписывают, хорошие клиенты, двойную карнизную планку, при этом теряется именно функционал детали капельной конденсата. Потом у нас есть отдельные позиции. Также мы разработали специальные дополнительные элементы для своего полукруглого конька. Это Y-тройник, T-тройник, заглушка шатра. Собственно, производство, соответственно, они совпадают эталонно по размеру самого конька. Плюс с этого года у нас появился абсолютно новый элемент, который запретил нашу службу технической поддержки. Он называется адаптер М28. Этот элемент предназначен для герметичного встраивания перехода профилирной части металлочерепицы в плоскую часть фартука трубы. То есть это достаточно сложный узел, который, вы наверняка знаете, монтажники делают с помощью фальца. И он не всегда получается красивым и герметичным. Теперь есть готовый элемент, который можно использовать. Александр, а расскажите, есть ли вообще недостатки у металлочерепицы? Вот есть ли даже в сравнении ее с гибкой черепицей, например, или с натуральной черепицей? Вот минусы, да, и плюсы металлочерепицы. Идеальных материалов, конечно, не бывает. Они есть и у металлочерепицы. Основные недостатки связаны именно с материалом, с чего она сделана. Они связаны именно со сталью. В частности, мы все знаем, что металл имеет очень хорошую теплопроводность. Из-за этого возникает проблема конденсатора. Именно на металлочерепичных кровлях. Но в любом случае в доме нормальном, при качественном монтаже, должна быть гидроизоляция, которая конденсатой отводит. Второй минус достаточно известный, связан с большим отходом материала на сложных кровлях. Да, это будет, потому что лист металлочерепицы всегда имеет прямоугольную форму, поэтому при любых резах, как правило, отрезанная часть выбрасывается. Наиболее распространенный недостаток – это шум материалов. Да, если кровля у вас действительно не утеплена, и вы сделали мансард покрытым металлочерепицей, звук будет достаточно сильный, вы это будете слышать. Но при этом любое утепление, ну, скажем так, не любое, согласно инструкции в нашем регионе не менее 20 см, полностью изолирует вас от звука. То есть шум будет не больше, чем… Если делать утепление по СНИПам, да, как это прописано, минимум 20 см, то никакого шума, звука… Да, это проверено, абсолютно верно, да. Александр, ну а про плюсы металлочерепицы? Плюсы есть, их намного больше. Также первый плюс – это то, что материал очень прост в монтаже. Мало того, что он прост, монтажник осуществляет еще и очень быстрый монтаж. За счет того, что листы имеют, как правило, большую длину, это материал с наибольшей скоростью монтажа. А длину металлочерепицы какую максимальную можно? Мы выпускаем до 6,5 метров. Но рекомендуем использовать не более 4-х метров, потому что лист более 4-х метров очень сложно смонтировать без повреждений, просто поднять на кровлю и перевести. То есть мы рекомендуем не более 4-х. Если такая большая длина, то его как-то нужно правильно упаковывать, да, на какие-то подоны укладывать? Да, мы такие материалы упакуем на специальные подоны со специальными усилиющими уголками и сверху наносится еще стрейч-пленка. Чтобы не поцарапать. Да, абсолютно верно. Но поднимать такой лист нужно на кровлю не менее, чем четырем монтажникам. Четыре монтажника. Да, то есть два монтажника уже с таким листом не справятся абсолютно. Значит, вернемся про плюс металлочерепицы. Очень важный плюс – это легкость своего материала. Это один из самых легких материалов. Сколько он весит? Четыре килограмма квадратный метр весит. Это самый толстый металлочерепицы. Ну да, там, конечно, есть разбросы тонкости, но это уже в рамках погрешности. Примерно четыре килограмма квадратный метр. Да, все остальные материалы, они намного тяжелее. А если рассматривать экономичную металлочерепицу, который мы рекомендуем на временной кровле, то это получается один из самых экономичных кровельных материалов. То есть стоимость – тоже важный аргумент. И сравнивать с теми же самыми гибкой черепицей и натуральной черепицей? Да, но натуральная черепица, конечно, значительно дороже. Гибкая черепица близка, но, опять же, не к самым дешевым вариантам металлочерепицы. Очень важный плюс, опять же, да, сразу не вспомнил, – это пожаростойкость. То есть многие монтируют ее именно на бане из-за того, что материал абсолютно не боится. Не боится. То есть это тоже очень важный плюс.